МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети крадут деньги, продукты, алкоголь и мобильные телефоны. По словам зампрокурора города Ольги Лесной, воровством промышляют не только беспризорники. На учете в полиции школьники и студенты профучилищ. В лидерах машиностроительный техникум, филиал ядерного университета МИФИ, 1-я и 9-я школы, 5-я гимназия и 24-й лицей. Городские депутаты решили мобилизовать советы профилактики в округах. Права Русской православной церкви на музейные здания в станице Старочеркасской оспорит Общество охраны памятников. Заседание комиссии пройдет в ноябре, рассказывает руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин. Мы на эту тему и говорили, и собирали. Сегодня я буду встречаться с одним из наследников народа Ефремовых, буду встречаться с Прошкиным. Это тот родовой казак, который организовал сбор подписей во время фольклорного праздника. Мы тоже собрали, поддерживая это обращение казаков, мы собрали подписи, подписали очень многие люди, в том числе руководители региональных отделений Общества охраны памятников, истории культуры, Московский архнобзор. Как добавил Александр Кожин, комиссия выяснит, кто владел зданиями до революции 1917 года. При наличии документа, подтверждающего, что объект принадлежал епархии, музей передадут РПЦ. В случае отсутствия доказательств, комиссия будет оспаривать права. Напомним, ранее стало известно, что 12 зданий, принадлежащих Старочеркасскому музею-заповеднику, передадут в собственность Донской епархии. Группа казаков из Станицы начала сбор подписей за отмену передачи музея. По их мнению, РПЦ может закрыть общий доступ к объектам, имеющим историческую ценность. Более 300 тысяч рублей выплатила Земфира дончанину за использование мата на концерте. Вопрос о привлечении певицы к ответственности за хулиганство не снимается. Об этом нашим корреспондентам рассказал адвокат ИСЦА Ярослав Михайлов. Напомню, история с Земфирой началась два года назад. Поводом послужило высказывание певицы на концерте в Ростове 20 октября 2013 года. Земфиру огорчило поведение некоторых зрителей, и она бросила пару нецензурных слов. Концерт певица завершила пропев «Я больше никогда не вернусь в Ростов» и резко покинув сцену. Через два дня Земфира за свое поведение извинилась, а спустя два года житель Ростовской области подал в управление МВД России электронное заявление по факту хулиганских действий певицы. Адвокат ИСЦА посчитал, что артистка выругалась не случайно, а осознанно по причине ненависти к определенной группе лиц. Это и послужило поводом для дальнейшего разбирательства. В Ростове школьникам доверят выделение ДНК. В новом экспертно-консультационном центре, который откроется в Ботаническом саду Юфу, готовятся развлекать детей в школьные каникулы. Посетители центра смогут поучаствовать в мастер-классах по составлению букетов и композиций, узнать много нового о жизни живых растений во флорариумах и заглянуть в мир клеток. Чтобы заинтересовать детей наукой, им разрешат поучаствовать в выделении ДНК растения. Как говорит директор Ботсада Юфу Татьяна Вардуни, во время мастер-класса они сами смогут получить данные растений от живого объекта до носителя информации. Если вы посмотрите, например, школьные учебники, школьную программу, то там представлены современные методы изучения клетки, современные методы изучения различных уровней организации живой материи. Ну и в частности мы подумали, что очень много говорится о ДНК, об основе жизни, но мало кто из школьников ее видел действительно, и уж тем более выделял. Открытие центра состоится 29 октября. В этот день вход будет бесплатным. Кроме этого, в Ботаническом саду планируют предоставлять консультации для населения в вопросах садоводства и цветоводства и запустить программу дополнительного образования по ландшафтному дизайну. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио Тихий Дон.